Здравствуйте, с вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. Началась масленица и это время испечь вкусные блины. Рецепт сегодня без граммов, повторить будет очень просто. Также поделюсь своими секретами небольшими, чтобы получить максимально не только вкусные, но и тонкие, как говорят с дырочками, блинчики. Сразу проверьте свою подписку на наш канал, а также нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. Давайте начнем! Для рецепта берем 3 яйца обычного размера категории 1. Разбиваем их в миску, если не уверены в их свежести, бейте по одному отдельно. Добавляем 3 грамма соли, это несколько щепоток, и 3 чайных ложки сахара. Взболтаем, особо не взбиваем, лишнее взбивание сделает блины более жесткими. Далее 1 стакан теплого молока, примерно зелим пополам, часть оставляем, так удобнее будет разбивать все комочки. Следом всыпаем 1 стакан муки, без верха не утрамбовываем, перемешиваем до гладкой структуры. На самом деле не важно, какой по объему будет стакан, в этом и есть прелесть рецепта. В моем случае стакан объемом 300 миллилитров, но и в описании также я указала граммы для тех, кто к ним привык. Перемешали, вливаем остальное молоко, отмеряем 1 стакан кипятка, также выливаем его в тесто, слегка размешивая. Кипяток его заваривает и таким образом получаются очень тонкие блины, которые не будут рваться. И еще секрет, добавляем вместо растительного масла сливочное растопленное 2 столовые ложки. Блинчики значительно выиграют во вкусе. Все, тесто готово, смотрите насколько оно жидкое, но это еще не все моменты. Чем жиже получается тесто, тем тоньше блины, так как густому тесту плохо растекаться по сковороде тонким слоем. Хорошо греем сковороду, пошел дымок, я думаю вам заметно, можно выливать тонкий блин, не торопясь. Перед первым блином не обязательно смазывать сковороду, если она у вас конечно с антипригарным покрытием, но обязательно тесто нужно мешать перед выливанием блина, чтобы масло которое скапливается сверху равномерно распределилась снова в тесте. При этом горячая поверхность сковороды делает дырочки в блинчиках больше. Кстати нагрев у меня девятка, это максимальный, но учтите, если сахара в тесте будет больше, то блины будут гореть, лучше уж потом их по вкусу подсластить. Есть еще один секрет, не лейте сразу блин после снятия предыдущего, дайте снова сковороде нагреться, тогда дырочки получится больше. У готового с одной стороны блина краешки сами начнут отходить и буквально меньше минуты дожарим с другой стороны. Еще момент, если тесто у вас по причине другой плотности муки получилось все-таки жиже, то возьмите часть теста и смешайте с ложкой муки, а затем и со всем остальным тестом. И если гуще и плохо растекается при выливании блинчика, то долейте ложку кипятка или теплого молока в само тесто. Но в моей практике никогда даже с разными стаканами по объему такого не случалось, поэтому рецепт точно удачный. Смотрите какие блины ажурные и тонкие. Из данного объема продуктов, а точнее из 3 стаканов по 300 миллилитров и 3 яиц получается 18 блинов на сковороде диаметром 26 сантиметров. И перед вами тоже двойная порция. Смотрите какие блины красивые, румяные, ажурные и тонкие. Очень простой рецепт без всяких заморочек и всегда со стопроцентным результатом. Если видео для вас было информативным и полезным, то ставьте нравится, делитесь им со своими друзьями, оставляйте комментарии. Это помогает в продвижении видео, его посмотрит больше людей, за что вам огромная благодарность. Прощаюсь с вами ненадолго, до нового видео, а ну совсем скоро, пока!